Жимовое двоеборье впервые проводится с таким размахом. Можно сказать, что это открытый кубок в закрытых учреждениях. Около ста участников из четырех колоний, двух ярославских и двух рыбинских, приехали попробовать свои силы под штангой. В жимовом двоеборье две дисциплины. Подход к штанге с максимальным весом и упражнения на количество подъемов своей весовой категории. Причем соревнования общие и для осужденных, и для сотрудников. Спорт не имеет каких-то разграничений сотрудника или осужденный. Мы участвуем все вместе, в принципе, это нормально. В разминочной коморке Антон Гинц разогревается сам и дает последнее наставление другим участникам. Он профессиональный спортсмен, мастер спорта по баскетболу и тяжелой атлетике. Попав в места заключения, занятия не бросил. Стал тренировать других осужденных. Другие осужденные узнали, что я спортсмен. И те, кто никакого отношения к спорту не имел, очень часто ко мне обращались за советами какими-то, еще что-то, как сделать, что сделать. Здесь жизнь не заканчивается. Возможно, она здесь начинается у кого-то. Поэтому при освобождении всегда все залы рады видеть людей, которые готовы тренировать или тренироваться, неважно. Спорт – один из методов перевоспитания. Поэтому для занятий осужденных существуют спортзалы и секции. Согласно распорядку дня все происходит. То есть существует секция определенная. И осужденные в определенное распакованное время посещают спортзалы и занимаются. Соревнования организованы на высоком уровне. По итогам подходов здесь официально можно получить спортивный разряд. В качестве судей приехали президент Федерации по жимовому двоеборью с командой культуристов. Никаких поблажек на скамье. По итогам соревнований шесть осужденных завоевали звание кандидата, а двое даже справились с нормативом мастера спорта. У сотрудников результат скромней – двое кандидатов. Артем Петрожицкий, Сергей Гордиенко. День в событиях.